Харьковчанину Николаю в поисках лучших условий и высшего заработка часто приходилось менять место работы. После начала боевых действий на востоке страны с вакансиями в родном городе стало совсем туго. Возможности заработать парень начал искать за пределами страны. Я узнал, что мои товарищи собираются ехать в Испанию работать. Естественно, захотел поехать с ними и связался с человеком. Сразу же попросил скинуть ему денег на оформление документов. Работа обслуживающего персонала. Зарплата более тысячи долларов в месяц. Все материальные издержки берет на себя работодатель. Но красивые обещания таки не стали реальностью. Никто не видел никаких документов сделанных. Люди, которые отказались и хотят вернуть свои деньги, ничего не получают. Национальные полиции о подобных схемах наслышаны. Так называемые работодатели обычно предлагают очень привлекательные условия. Это высокооплачиваемая работа, оформление агентством документов для выезда за границу, без участия самого потенциального работника, покрытия всех расходов. Обычно придумают коротенькие договоры о предоставлении информационных услуг. Они стоят до трех тысяч гривен. Наталья Карпенко руководит рекрутинговым агентством около десяти лет. За это время, говорит, спрос на работников украинцев за рубежом только вырос. Желающих уехать из нестабильной Украины тоже немало. Вот и появляются агентства-аферисты, как грибы после дождя. Но отличить мошенников от честных агентств, утверждает Наталья, несложно. В последних есть лицензии, контракты, а их услуги не могут быть дешевыми. Ну, может быть, там, 700-800 долларов. Это только за то, что он туда уезжает. Это без пакета документов, которые готовят ему. У него есть контракт, подписан здесь. Он защищен, он знает, куда он едет. У него есть гарантия, что ему оплатят все то, что есть в условиях. Но лицензированных агентств на украинском рынке не так уж много, говорят юристы, так как процедура оформления сложная и дорогостоящая. Никогда не будет в этом договоре написано, что это агентство по трудоустройству обязуется найти человеку работу, что оно обязуется трудоустроить, и чтобы этого человека приняли на работу. Там будут общие формулировки. Поэтому, прежде чем отдавать деньги такому центру, юрист советует изучить его историю, почитать отзывы и заглянуть в реестр судебных дел. Тем временем, посредник, который обещал устроить группу харьковских ребят на работу в гостинице Испании, продолжает обещать. Мы подождем еще дней 5-6, если не удостоверяет их спокойствие, то, что там действительно можно работать, если они не захотят ехать, то тогда получится возврат минимальный. Его обещаниям ребята уже не верят, но и сделать ничего не могут. Местные правоохранительные органы только руками разводят. Мол, сами виноваты. Никто никуда не едет. Ульяна Кондрашова, Николай Квас. Настоящее время. Киев.